Жить становится дороже. В цене прибавили продукты и промтовары, подорожал бензин и проезд в общественном транспорте. Даже алкоголь и сигареты теперь могут пробить брешь в кошельках покупателей. Кроме того, традиционное повышение тарифов на коммунальные услуги не укладывается в предельные рамки, установленные правительством. Челябинский рост получается большой у нас. 20% рост платежей за коммунальные услуги, потому что, особенно, большое перекрестное субсидирование, а его необходимо за два года ликвидировать. Что такое перекрестное субсидирование и зачем его отменять, если от этого растут тарифы, горожане так и не могут понять. Волнует их другое, почему такими же темпами не растут зарплаты. На многих предприятиях оклад работникам не поднимают по несколько лет, при том, что в кризис кому-то его и вовсе урезали. Если бюджетникам рост гарантирован хотя бы в ногу с инфляцией, то в частных организациях ситуация с вознаграждением за труд остается на совести работодателя. Не увеличение заработной платы не является преступлением или каким-либо нарушением существенным, на которое должны реагировать прокуратура. Человеку нужно самостоятельно принимать решение об изменении квалификации, о переходе на другое предприятие. Единственный рычаг воздействия – соглашение профсоюзов и бизнес-объединение о повышении зарплаты. Но это документ рекомендательного характера. Со всеобщим удорожанием издержки предпринимателей тоже растут. И надеяться на их сознательность в отношении своих сотрудников едва ли приходится. Показателен прошлый год. По официальным данным, средняя зарплата выросла всего на 4%. При этом независимые эксперты говорят о 10% падении доходов. Продолжение следует...